Территория нашего города практически со всех сторон окружена заводами и предприятиями. Зачастую это не лучшим образом сказывается на экологии. Для того, чтобы изменить ситуацию, несколько неравнодушных ангарчан создали общественную организацию «Экоангарск». У энтузиастов есть реальные предложения, не хватая только главного ресурса – людей. Провести любую работу без людей абсолютно никак. И мы хотим привлечь к себе как можно больше молодёжи. А молодёжь – это та группа, которая, ну, не самое главное – деньги, а движуху, чтобы чем-то заниматься. И такие люди у нас есть. Одной из первых экопроблем, на которую обратили своё внимание активисты, стали бытовые отходы. Те, которые нельзя утилизировать обычным способом. Речь идёт о батарейках и аккумуляторах. К сожалению, мало кто обращает внимание на знак, которым производители маркируют элементы питания – перечёркнутое мусорное ведро. Одна батарейка, которая была выброшена обычно просто в мусорное ведро, попавшее на свалку, она загрязняет собой 20 кубических метров почвы. При попадании этой батарейки на свалку она начинает разлагаться, и все эти тяжёлые металлы попадают сначала просто в грунтовые воды, и потом уже при этом попадают в реки. То есть это может влиять на водозабор. На здоровье человека эти металлы оказывают разрушающее воздействие. Минувшие выходные экологи установили урны для сбора опасных элементов в торговых центрах и магазинах города. Впоследствии батарейки будут утилизировать. Договорённость со специализированной подмосковной фирмой уже есть. Сегодня каждый ангарчанин может сделать шаг навстречу здоровой экологии. И тем самым уберечь себя и своих близких от многих болезней. Даниил Недзельский, Наталья Никифорова, Владимир Селиванов. Местное время.